Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Иоанна Богослова на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем пятую главу. «Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякие любящие родившего любят и рожденного от Него». Апостол Иоанн Богослов начинает здесь с некоторого богословского утверждения, потому что в его время церковь боролась с разного рода ересами гностического характера, которые утверждали, что Иисус — это не сын того Бога, который называется Богом в Ветхом Завете, что это или послание каких-то других богов, или, скажем, какой-то просвещенный человек, но это не тот мессия, который обещан в Ветхом Завете. Для гностиков Ветхий Завет был чужд, они не понимали его, отвергали его, он был для них выражением чего-то такого жестокого, несправедливого, древнего. И апостол здесь как раз пишет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, то есть мессия, тот, кто обещан еще в Ветхом Завете, тот от Бога рожден». Вот тема рождения от Бога — это тема рождения к новой жизни, обращения, возвращения, преодоления в таинстве крещения последствий грехопадения, как пропасти между Богом и человеком. И вот от Бога рожден. Но дальше. «И всякий любящий родившего, то есть тот, кто любит Бога, это уже скорее обращение к Иудеям, любит и рожденного от Него». Ну, в другом месте, да, сам Христос говорит, кто не любит сына, кто не чтит сына, не чтит отца. А так и здесь. «Любящий родившего», то есть любишь Бога, люби и рожденного от Него. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога». И соблюдаем заповеди Его. Очень просто. Если ты соблюдаешь заповедь, то ты любишь детей Божьих, то есть любишь людей. Каким образом проверить, любишь ли ты детей Божьих и любишь ли ты Бога? Очень просто. Соблюдением Его заповедей. Христос довольно много об этом говорит в Евангелии от Адана. Что если вы любите Меня, то заповеди мои соблюдете, говорит Он. Заповеди — это опять очень практические вещи, очень практические рекомендации к тому, как вести себя по отношению к другим людям. И если мы, бывает, задумываемся над тем, как любить Бога, как проявить к Нему свою любовь, кто-то старается проявить любовь к Богу богослужением, кто-то пением, кто-то чтением молитв, но в первую очередь, не отменяя всего прежде сказанного, мы понимаем, что любовь к Богу проявляется через соблюдение Его заповедей. А Его заповеди — это очень конкретные повеления, как нам вести себя по отношению к другим людям. «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Здесь сразу вспоминаются слова Христа «Иго мое благо, и бремя мое легко». Но в то же время возникает вопрос, мы вообще об одних и тех же заповедях говорим? Или, может быть, какие-то другие заповеди появились после уже Иоанна Богослова, и он не знал, о чем писал? Потому что написать, что заповеди христианские не тяжкие, для современного человека, ну это странно. Посмотрим на то, как люди, например, с каким трудом люди постятся. Скажем, ну да, есть те, для кого пост не является трудным, и они говорят, да, вы все ленитесь, но на самом деле любой человек или практически любой человек, который строго постился, знает, что это совсем непросто. Одно дело, если тебе кто-то готовит, скажем, да, или там ты покупаешь какую-то готовую еду, а другое дело найти по составу, по поддержанию твоего тела, твоих физических способностей, работоспособностей, ту же пищу, да, которую, там, приготовить ее, как-то отдельно ее купить, и прочее, и прочее. Скажут люди, нет, как это ни тяжкие заповеди? Заповеди очень даже непросты, но на самом деле Христос и Иоанн Богослов действительно говорят о других заповедях. Есть практика церковной жизни. Сегодня она выражается в посте, и она выражается в определенном молитвенном правиле, в том, как сложились наши богослужения, в том, как сложилась практика поста. Но если мы посмотрим на заповеди Христовы, то он не расписывает нам подробно, как поститься, как совершать богослужения. Это заповеди по отношению к ближнему, любить ближнего. Вспомним, да, подходит богатый юноша ко Христу, говорит, вот я хочу наследовать жизни вечную, что мне делать? Христос говорит, соблюди заповеди. Он говорит, какие? И Христос не говорит, вот тебе устав поста, вот тебе устав молитвы, вот тебе устав богослужения. Это все важные формы, которые поддерживают в нас и общение с Богом, и научение в молитве, и практику собственного воздержания, воспитание собственной воли. Но Христос говорит, нет. Он говорит, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, да. И мы можем вспомнить те самые 10 заповедей, которые были даны еще в книге Исход в Ветхом Завете. Это заповеди очень практические. И почему же тогда они не тяжкие? Как это так? Ну, вот, например, говорится о любви к ближнему, а человек, например, обидчивый. Как же это они для него будут не тяжкими, если для того, чтобы ему любить, ему надо сломать внутренне просто все в себе, ему в нем все противостоит, противоположно любви, снисхождению, прощению. Он-то хочет чего-то другого. Человеческой справедливости, мести, собственной правде, возношения себя. А здесь, вдруг говорится, заповеди его не тяжкие. Дело в том, что его заповеди не тяжкие для тех, кто научился любить. Научиться любить очень сложно, потому что мы, и чем взрослее, чем укорененнее в грехе, да, тем больше мы скованы грехом, мы находимся в рабстве греху. И какие-то вещи, которые, наверное, можно было бы назвать динамическими стереотипами или психологическими стереотипами, то есть как вот в колее, по накатанной дороге, да, для нас это оказывается очень трудным. Но эти вещи, грехи, да, они разрушают нас. Они кажутся нам легкими, как наркоману, скажем, кажется, что легче сейчас еще раз уколоться, только бы не бороться с ломкой, только бы не бросать. Вот очень простой и легкий путь. Но этот путь, который кажется ему простым, на самом деле все хуже и хуже делает его ситуацию, усугубляет ее все больше и больше. Преодолей ты. Да, кажется, через трудное нечто проходишь, кажется, приходится сломать себя, но ты выходишь к подлинной свободе, к свободе немнимой, которая вот здесь сейчас на 5, 10, 15 минут, на день, нет. К свободе подлинной, к освобождению от зависимости. Вот здесь то же самое. Евангелист говорит, заповеди его не тяжкие, ибо это и есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди его. То есть человеку, который научился, который научился жить в свободе, в любви, в правильных отношениях с Богом, он видит, что на самом деле любовь, добродетель, милосердие, все это в большей степени ложится на наше сердце, ложится на нашу душу, потому что это для нас естественно, мы такими сотворены. Неслучайно преподобный Максим Исповедник говорит, свобода, истинная свобода души есть добродетель. Сегодня для человека, для многих людей, добродетель это что-то трудное. Отомстить, например, просто, а простить трудно. Взять лишнее себе просто, а быть щедрым трудно. Но если ты преодолел эту греховную инерцию в себе, то легко оказывается быть добродетельным. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. И еще одно упоминание того, что вера – это не просто психологическое признание чего-то, это именно принятие образа жизни, которой оказывается победой над злом в практическом смысле слова. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Казалось бы, ну, вера, что Иисус есть Сын Божий, может и не приводить к победе над миром. Но если ты действительно веришь, что Иисус есть Сын Божий, это значит, что ты признаешь и все, что с этим связано. Потому что с этим связано существование Бога, с этим связано сотворение мира, с этим связано грех и воплощение. Потому что если Иисус есть Сын Божий, то почему человек соединился с Богом, почему Бог воплотился, почему он пришел, почему он проповедует от Бога, от его имени. То есть здесь все сразу в этой фразе. И вот тот человек побеждает, который верит, что Иисус есть Сын Божий. Без веры победить вообще невозможно. «Сей есть Иисус, пришедший водою, кровью и духом». Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Эта фраза может показаться сложной. Апостол подчеркивает, какого же Иисуса он имеет в виду. «Этот Иисус, это тот, кто пришел водой». Речь идет о крещении Христа. И иногда может показаться, что такое крещение. Ну, пришел символически, взял на себя наши грехи, омывшись в водах Иордана, в которых, значит, омывались перед этим иудеи. Но на самом деле, что это значит? Вот люди пытались соблюдать заповеди. Ты пытаешься соблюдать заповедь, и не можешь, не получается. И тогда ты идешь на Иордан и символически смываешь с себя вот это нарушение. «Господи, я начну с чистого листа». Вот я там писал что-то карандашом такое, взял резинку, стер, попробуй еще раз, попробуй еще раз. Ну, лист от этого, кстати, лучше не становится, как и душа согрешившего. Если ты 10 раз согрешил, то в 11 раз начать с чистого листа будет очень сложно. Вся душа будет уже просто измарана разными вот этими привычками, полененностью греховной и так далее, как и лист бумаги, на который мы в 10 раз пытаемся начать заново. То же самое и здесь. Человек приходил и символически смывал. «Господи, я хочу начать заново». Что значит, что Христос приходит на Иордан и принимает это крещение? Он не просто каким-то образом духовно становится вдруг греховным во всех тех грехах, которые туда были смыты. Дело вообще не в этом, ни в коем случае. Речь идет о том, что все, что люди не смогли сделать, Христос берет на себя как задачу и делает. Он берет на себя наши грехи в том смысле, что он берет на себя те ситуации, в которых мы согрешаем, и в них он не согрешает. В них он оказывается праведным. Потому что, ну, например, согрешил человек в злобе, в раздражительности, в отсутствии надежды на Бога. И можно сказать, «Господи, где-то вот ты сотворил его не таким, вот он какой-то недоработанный, он не способен быть тебе верным, или быть тебе преданным, или любящим, или милостивым, или прощающим, или независливым, или еще каким-то». Но Христос приходит, и он истинный человек. И он исполняет все заповеди. И если он их исполняет, это означает, что человек сотворен Богом как правильное, правильное существо, добротно сделанное. И вот в этом смысле крещение в Иордане очень важно, потому что с этого начинается путь Христа, как путь того, кто... Он и до этого соблюдал заповеди, он и до этого жил в мире с Богом, потому что он сам воплощенный Бог. Но не случайно именно после крещения Христос идет в пустыню, где его искушает сатана. То есть это некоторый нарочитый выход на служение Богу и на соблюдение этих самых заповедей, которые даны не только Христу, которые на самом деле даны всему человечеству. И вот там, где мы грешим, он не грешит. И поэтому, значит, это Иисус, который пришел водой, дальше и кровью, речью это крестной смерти, то есть это тот Иисус, который был послушан даже до смерти и смерти крестной, и смерти, которая исцеляет нас от смерти как разлучения Бога и человека, а в перспективе как от смерти, как от разлучения души и тела, как от смерти, как от прекращения жизни. Итак, значит, пришел и кровью и духом. Каким образом Иисус пришел духом? Таким, что не случайно апостол называет Духа Святого Духом Христовым. И помните, Христос говорит о духе. Он возьмет от моего и возвестит вам. То есть дух продолжает дело Христово в мире, в нас, в каждом лично. Поэтому Христос в нас, в нашу жизнь приходит духом. Мы духом принимаем таинство крещения и, значит, духом соединяемся со Христом и усыновляемся духом, Отцу. И в духе получаем дары, которыми мы служим, так как служил Христос. В духе мы причащаемся его телу и крови. Случайно, да, в момент эпиклеза, в момент молитвы к Отцу, священник говорит, не спошли духа твоего святого на нас и на дары. Итак, он пришел водою и кровью и духом. Не водою только. То есть не только, чтобы заново просто омыть человека, да, вот психологическая какая-то такая, процедура, когда мы говорим, Господи, мы очень каемся, вот мы тут помыли руки или все омылись водой, теперь мы чисты. Но водою и кровью. То есть Христос не только являет нам пример своей жизни. Он пришел, взял на себя наши немощи и показал, что человек способен эти немощи нести. Но и кровью. То есть он еще умер для того, чтобы дать нам свободу от греха, чтобы тот пример мы смогли воплотить в жизнь. Чтобы, соединившись с ним в таинстве крещения, этот пример был для нас не просто примером со стороны, чтобы сам Христос, присутствующий в нас, потому что мы в него оделись, в него облеклись, чтобы он вместе с нами это сотворил. Помните, как апостол пишет, «Уже не я живу, живет во мне Христос». Или в другом месте «Дети, я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Или, помните, он говорит, что мы должны вырасти в полную меру возраста Христова. Это все о том же, что Христос умирает, приходит не просто для этого, что дать нам пример. Он умирает и воскресает, и дает нам возможность соединиться с ним. И Дух свидетельствует о нем. Какой Дух? Дух, пребывающий в церкви, Дух, пребывающий на апостолах, Дух, который позволяет им действовать так же, как действовал Христос, потому что, говорит он, Дух есть истина. «Ибо сии свидетельствует на небе Отец, Слово и Дух Святой, и сии три суть едина». И вот очень интересно, что это одно из тех мест, которые позволяют нам говорить о Троице, некоторые исследователи говорят, что это позднейшая вставка, что в ранних рукописях этой фразы нет, но эта фраза есть в ранних цитатах. То есть, если в какой-то дошедшей до нас рукописи нет этой фразы, то мы точно можем сказать, что эта фраза известна очень древним авторам, как фраза евангелиста Иоанна. И это означает, что скорее рукопись порченная, рукопись какая-то искаженная, чем эта фраза неподлинная. Тем более, что уж евангелист Иоанн очень много пишет о божественности сына, и поэтому сказать, что здесь что-то новое мы не можем. И тем более говорится о том, что они, эти дух, Отец Слова и Дух Едины, так и Христос в Евангелии от Иоанна в первосвященнической молитве очень много говорит о единстве своем с Отцом. Отче, да будут они едины, как и мы. Это та же самая мысль. И три свидетельствуют на земле. О чем свидетельствуют? Значит, три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Дух свидетельствуют, то есть открывают нам то, какими мы должны быть. Вот это я уже говорил в прошлой передаче, да, о том, что вера в Пресвятую Троицу стала основой не только некоторой нашей догматики, но и основой нашей нравственной жизни. Жить по образу Пресвятой Троицы. Итак, три свидетельствуют на небе, и они едины, и три свидетельствуют на земле, то есть три явления открывают нам этот путь. Дух, вода и кровь. И эти три об одном. И речь идет в первую очередь о Христе, который действует в Духе, как мы помним, который принимает крещение на Иордане, и который умирает. То есть Отец, Сын и Святой Дух задают нам парадигму нашей жизни, и Христос на земле вот через эти этапы, да, духовный этап крещения и крестную смерть дает нам возможность жить так же, как небесные свидетели, да, Отец, Сын и Святой Дух, как те, кто свидетельствуют с небом. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть если вы, говорит он, принимаете наше свидетельство человеческое, то тем более приимите свидетельство Божие. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь вечная в Сыне Его. Очень важно, здесь многократно повторяется термин свидетельство. Термин свидетельство, который означает проявление, реальное присутствие того, о чем говорится. То есть если мы принимаем свидетельство человеческое, то есть рассказ, который призван явить нам реальность того, о чем свидетельствует, то тем более мы должны принять свидетельство Божие, и тем более свидетельство Бога, который свидетельствовал о Своем Сыне в Священном Писании. Здесь опять сами апостолы выступают как свидетели, они напоминают, вот мы были свидетелями, и мы вам рассказываем, что мы верим не просто человеческому слову, что мы верим Духу Божьему, который нам об этом говорил. «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе». Что это значит? Что значит свидетельство в самом себе? Идет ли речь о том, что этот человек слышит голос Божий в себе, или может быть какая-то убежденность в нем появляется? Да нет, речь идет о другом. Верующий в Сына Божьего имеет в самом себе свидетельство, то есть основание верить, что вера во Христа не напрасна. А какие же это основания? Это основание, что у него получается соблюдать заповеди, у него получается жить христианской жизнью, у него в итоге получается встреча с Богом, он действительно имеет опыт богообщения. И вот это и есть то самое свидетельство в самом себе, что человек вступает в общение с Богом. И помните, как говорят самаряне, жители города Сихарь, самарянки, которые им проповедовало, «Теперь верим не потому, что ты нам сказал, а видим сами». Вот это «видим сами», «сами согласны» с твоими словами, здесь то же самое. То есть, когда я что-то услышал от человека и поверил, это хорошо, но я должен поверить Богу, и я особенно в Него поверю, особенно поверю в Его слова, тогда, когда увижу подтверждение Его слов, реализацию Его слов в самих себе. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь вечная в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Кажется, какая вечная жизнь, христиане продолжают умирать. Более того, сам Иоанн Богослов, конечно же, точно знал, что христиане могут умереть. И немало людей в течение того времени там были гонения, которые, в общем-то, умирали, и он видел их. Как же тогда он говорит, что мы имеем жизнь вечную? Речь идет, конечно же, во-первых, о жизни вечной, потому что это жизнь с Богом. Когда Бог есть Дух, и ты в Духе пребываешь, в общении с Ним, духовно пребываешь в общении с Ним, ты умираешь телесно, но ты не умираешь духовно. И в этом вера христианская, что когда они, скажем, в древности, особенно христиане, когда они погребали своих умерших, они писали на могильных плитах, и в катакомбах эти плиты найдены, писали слова, которые означали полную уверенность, что мертвый продолжит жизнь, что он продолжит общение с Богом, что он станет даже ближе к Богу, потому что он умер как верный член церкви. Это, во-первых, вот эта жизнь, а во-вторых, конечно, это жизнь после воскресения. То есть это и духовная жизнь, и жизнь в воскресении. Кто-нибудь скажет, ну а с чего вы взяли-то, что вообще мы воскреснем? Для апостолов это было очевидно, потому что они видели живого, воскресшего Христа, и мы им доверяем. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Очень важно, да? Христос несколько раз в Евангелии говорит, чего не попросите во имя Мое, если двое или трое соберутся и будут просить во имя Мое, то дам вам Отец, Отец даст вам. И вот здесь Евангелист Иоанн несколько иначе формулирует, но ту же самую мысль, что когда просим чего по воле Его, то есть просим того, что совпадает с Его волей, что необходимо нам, но что не противоречит замыслу Божьему, Он слушает нас. И когда мы молимся и разочаровываемся в том, что Бог нас не слышит или что-то идет не так, как мы хотели бы, мы должны понимать, что вопрос-то не в том, что Бог не может чего-то, или как некоторые говорят, вот Он меня не услышал, значит Его нет. Ну вопрос, конечно же, не в этом, а в том, что это должно соответствовать Его воле, и это должно соответствовать правде в мире и замыслу Божьему в мире. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Иоанн Богослов развивает здесь учение о двух формах грехов. И первый грех, это грех не к смерти, то есть это грех, который не приводит к духовной смерти. А второй приводит. Что же это за грех, который не приводит к греховной смерти? Разве могут быть такие грехи? Мы-то привыкли сегодня, что грехи практически одинаковые. Что ты раздражаешься, что убиваешь, что воруешь, что косо смотришь с завистью. Люди иногда так и приходят и перечисляют все грехи просто через запятую. Самые тяжелые, с самыми какими-то незначительными. На самом деле, все же грех греху рознь. И в первую очередь, разделение здесь происходит следующим образом. Это сознательный волевой поступок или это несознательная, невольная слабость, с которой человек не справился, но он желает исправления, желает новой жизни, желает соблюдения заповедей. Когда человек ворует, когда человек блудит, когда человек идолупоклонствует, когда он доверяет магам каким-нибудь или кому-то подобному, ясное дело, что это грехи сознательные, это грехи, которые совершаются через сознательный волевой выбор, через деятельность определенную. И это грехи к смерти. Грехи, как сознательное противопоставление себя Богу, потому что очевидно, что Бог этого не хочет. Но есть грехи, с которыми человек пока не может справиться. Грехи, которые связаны с воспитанием воли, грехи, которые связаны с укоренением, с привычкой к добродетели. И так просто от них не избавишься. Люди раздражительные, темпераментные, всю жизнь могут бороться с своим раздражением. Когда-то с большим, когда-то с меньшим успехом. Люди обидчивые, например. Да, это может быть чертой их характера. И они всю жизнь могут с этим бороться. Но они не говорят так. Ну и ничего страшного. Мне вообще все равно, лишь бы только вот моя обида была удовлетворена. Нет, они борются с этим, но до конца не могут побороть. И вот апостол говорит, что если человек согрешил не к смерти, за него надо молиться, и Бог даст ему жизнь. Почему? Потому что молитва поддерживает другого человека. И если я по слабости какой-то согрешаю, и за меня молятся, и я сам за себя молюсь, то Господь в итоге помогает мне обрести навык нравственной жизни. Но если человек сознательно выбирает грех, апостол даже говорит так, не о том говорю, чтобы он молился. То есть вот за него молиться он не запрещает здесь напрямую. Он говорит, что... То есть он не говорит, не молитесь. Он говорит, есть грех не к смерти. Вот об этом грехе уже сложно сказать, что его можно просто молитвой исправить, молитвой поддержать. Почему? Потому что человек сознательно выбирает такой вариант поведения. Он говорит, всякая неправда есть грех. Да, и такая, и такая, и сознательная, и бессознательная, вольная, невольная, какая-то значительная, которая влияет на жизнь человека, всего общества, нескольких людей, или незначительная, внутренняя, лень, скажем, какая-нибудь... Если человек пролежал в постели полдня, например, и он, допустим, должен был жизни спасать, а вместо этого просто пролежал в постели, это повлияло на жизнь остальных. Он отказался от своих обязанностей, согрешил, серьезные люди погибли, например, а другой просто пролежал, ну, скажем, это был элемент отдыха, например, но явно уже с ленью какой-то. Да, конечно, необходимо отдыхать, но можно было бы и пользу какую-то другому, ближнему принести, тоже, если есть свое свободное время. Так что вот есть... Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти, как противоположность греху к смерти. И далее. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Ну, вот несколько фраз таких есть в этом самом первом послании, после которых просто непонятно, как дальше вообще себя воспринимать. Потому что если всякий, рожденный от Бога, не грешит, то тогда мы все не рождены от Бога, потому что мы все грешим. Но в том-то и дело, что апостол несколько раз сам говорил, и даже вот, да, здесь есть брат, который согрешает, но не к смерти. И молись за него, и Бог даст ему жизнь. То есть получается, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но каким грехом? Ну, грехом к смерти, то есть тяжелым, вот этим, очень серьезным грехом. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть рожденный от Бога стремится соблюдать заповеди, и вот это стремление, это правильная, выливая такая сосредоточенность, она не позволяет лукавому подступиться к нему. «Мы знаем, что мы от Бога, и что мир, и что весь мир лежит во зле». Здесь, конечно, явное противопоставление христиан и мира. Казалось бы, сегодня мы так все перемешаны, кто крещеный, кто некрещеный, кто верующий, кто неверующий. Все ведут себя примерно более-менее одинаково, так может показаться. Но на самом деле, в чем разница? И она существенная. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Да, мы тоже согрешаем, мы тоже позволяем себе какие-то грехи, но мы осознаем их как грехи, мы с ними боремся, стараемся сделать так, чтобы сознательных грехов, свободных, когда мы выбираем грех, в нашей жизни не было вообще, чтобы и случайных грехов, каких-то грехов слабости, грехов не к смерти, чтобы и их было меньше в нашей жизни. А мир, который лежит во зле, просто говорит, это не грех. Живу, как хочу. Обращаюсь к разным богам, к астрологам, к магам, к экстрасенсам, блужу, живу с кем хочу, не прощаю обиды, мщу и так далее. Хочу, плачу зарплату, хочу, не плачу, хочу, работаю плохо, хочу, хорошо. То есть человек сам выбирает для себя греховное поведение как норму. И вот в этом разница. Христиан и мира. Одни борются, другие давно согласились со своим состоянием. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот Христос и открывает нам Отца, и Он Сам есть истинный Бог и жизнь вечная. И это сказано после того, как говорится, что мир возле лежит и христиане там согрешают, но если они от Бога, то главным содержанием их жизни оказывается вот это пребывание в Иисусе Христе, который есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Апостол заключает свое послание вот таким выражением «Дети, храните себя от идолов». И, конечно же, можно сказать, что обращаясь к христианам первого века, особенно, может быть, к христианам из язычников, он просто говорит «Наконец, постарайтесь, не идолопоклонствовать». Такой смысл нисколько, конечно, не противоречит тексту, более того, есть смысл этого текста, но, возможно, речь идет о каких-то более глубоких вещах, потому что не только идолы простые, которым кланялись язычники, могут вдруг стать предметом поклонения. Может сам человек стать идолом для себя, может какое-то лжеучение стать идолом, может идолом стать какой-то лжеучитель. И вот апостол, который в другом месте говорил, что надо быть внимательным и различать духов, с этого начинается четвертая глава, надо различать духов от Бога ли они, или это духи, искажающие истину. Так вот, апостолы заканчивает такими словами «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Помоги нам, Господи, хранить себя от идолов и в нашей жизни. Спасибо и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok